Всем доброе утро, мы находимся в аэропорту Жулянов в Киеве, сейчас 4 утра или ночи, на улице 5 градусов тепла, 5 Карл, мы ждем свой самолетик и встретимся с вами уже в Барселоне. Всем доброе утро, мы заселились уже в свой отель, наконец-то хорошо выспались и готовы идти смотреть на Барселону. Здесь просто прекрасное утро, очень тепло, приятный такой мягкий климат, у нас с окна виден бассейн, сейчас я вам покажу, люди здесь уже загорают с самого утра. Вот этот шум, который вы сейчас слышите, это у нас проходит уборка, люди ездят на маленьких электрокарах, очень много коммунальных служб, поэтому здесь чисто, а не потому, что здесь не мусорят, здесь мусорят точно так же, как у нас, но здесь постоянно убирают, причем через каждых 20 шагов стоят урны, через каждых 20, мы считали, причем на столбах прицепленные стоят просто на земле, в общем, это немножечко другой уровень. В Барселоне, конечно же, есть на что посмотреть и чему позавидовать, не зря он считается самым красивым городом в Европе. На самом деле, я показываю эти кадры не просто так, не потому, что мы такие классные туда поехали, я хочу, чтобы это было в своем роде какой-то мотивацией и вдохновлением для вас, потому что я никогда бы не поверила, что когда-нибудь попаду в Испанию, а тем более в Барселону. Первым делом мы, конечно же, отправились посмотреть на Саграда Фамилия, это просто огромный храм, спроектирован гениальным Гауди, вдохновлялся он природой, поэтому и формы получились причудливыми, рассматривать его хочется бесконечно. Дальше мы отправились на центральную площадь Каталонии, с множеством фонтанов и очень наглыми голубями, которых очень часто прикармливают, и они любят садиться на голову, что, в свою очередь, как-то не очень безопасно. Дальше мы отправились посмотреть на монумент Колумба, который своим указательным пальчиком показывает, конечно же, на Америку. Двигаемся дальше к музею национального искусства, который похож на строение с обратной стороны монетки. Я, конечно же, считаю достопримечательностью их рынки. Такое количество морепродуктов я еще не видела, но я, конечно же, плотненько подсела на мангу. Ну, а больше всего меня впечатлил храм Святого Сердца. Вот не знаю, настолько там какое-то странное, одухотворенное чувство. Расположен он на горе Тибидабо, что переводится с латынского как «Тебе даю». Ну, действительно, он много дал Барселоне. Вид здесь просто непередаваемый. Дух захватывает. Храм выполнен в стиле неоготики, а внутри вас встречают красочные витражи и изображение духовной жизни и просветления испанского народа. Вдохновившись, я даже поставила свечечку. Правда электронную? А на следующий день мы отправились на футбол. Мы находимся на стадионе Камплё в Барселоне. Вы знаете, что я не особо понял, что вообще легка Барселона, но у меня где-то вот атмосфера. Это вообще просто непередаваемый. Закончили со счетом 1-1, но мы посмотрели вживую на легенду Месси, на Суареса, на пике. В общем, кто знает, тот поймет. Барса произвела на нас неимоверное впечатление. Вот честно, хотелось там остаться, причем навсегда. Ну, наверное, Киев ждал нашего возвращения. Хотя и встречал довольно холодно. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ